Продолжение следует... 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 Тоже, это то, что касается залеза, гвинтевки. Почему выбрали этот вариант? Потому что эта гвинтевка, эта затворная группа, этот ствол, они уже проверены часом. Мы имели достаточно большую количество таких гвинтевок в нашем асортименте. Дуже много есть использователей таких гвинтевок. Мы знаем, что они надежные и точные. Тоже, этот вариант идеально подходят для такого комплекса для стрельбы на далекие дистанции. Также спуск, чтобы было видно, спуск DX2, производитель Кадекс. Очень хороший, спортивный класс спуск, очень надежный. Также магазин производитель Кадекс. Как видите, его размер дещо вражает, соответствует размеру самого калибра. На 7 наборов, до речи. Тоже, это то, что касается именно сделанного Кадексом. Ну, кроме, конечно, этого чудового драгбега, так называемого, это мягкий чехол для гвинтевки, который, до речи, позволяет ее туда вкладывать, с складенным прикладом и даже с установленным глушником. Это, враховывая ее достаточно больший размер. Это то, что касается производителя Кадекс. Тоже, ствол, затворная группа, планка, магазин, спуск. Далее, оптика. На оптику можете поки що не звертати увагу, потому что оптика тут будет инша и в иншом креплении. Это будет Шмидтенбендер, встановленный в креплении виробництва СТС. Так же, сошки будут виробництво СТС, очень похожие на эти, но немного с другим дизайном и другими функциями. То же, в данном случае мы установили Night Force в креплении Night Force. Это Night Force NX-8 4х32. Это позволяет нам просто провести стрелецкий тест. Далее, повертащись до самого комплекса. Очень важная вещь в этом комплексе, это, естественно, шасси. И про шасси мы поговорим немного больше, потому что это шасси еще никто не видит. Это прототип. И это прототип шасси Автоматик, созданный специально для гвинтівок Магнум-класса, даже важного Магнум-класса. Потому что, например, в 338 лапу Амагнум, как за моей спиной гвинтівка, используется наше стандартное шасси, но для таких важких калібрів мы разработали новое шасси. И третички нюансов, потому что они тут есть. И очень интересные. В первую очередь, это цивка. Вона стала довшую за стандартную и набагато более потужнейшую. За рахунок того, что в середине так звана сотовая конструкция. Сейчас вы видите на экране, как это выглядит. За рахунок цієї сотовой конструкции, кроме повышенной жесткости, мы получили еще несколько важных бонусов с точки зрения функционирования шасси. По-перше, вага. Тобто, шасси все еще залишается достаточно легким. При цьому воно має збільшену жесткость за рахунок того, как реализована эта конструкция. По-друге, эти соты позволяют за необходимость сделать цивку важную и изменить баланс гвинтівки, размещуя в этих сотах свинцевые грузики. Ну, або не свинцевые. Залежат от ваших задач. Также, эта цивка позволяет размещать грузики на боковых поверхнях, тем самым еще кориговать баланс этого шасси. Что очень важно для стрельбы из таких гвинтівок, потому что это позволяет изменить отдачу и ощущение от отдачи, что, как вы понимаете, в таких калибрах очень важно. Также, с цикавого на цивке. Как видите, вы имеете тут кроме интерфейса MLOK, который, в принципе, уже стандартный и распространяется для всех, мы имеем этот интерфейс. И это, на самом деле, очень старый интерфейс. Он называется Unshoots Rail. Он обычно делается на европейских снайперских гвинтівках и на, в первую очередь, спортивных гвинтівках. Вот здесь внизу, для крепления ременя. И в чём фишка Unshoots Rail, и в чём он выиграет у более современного MLOK? На MLOK вы можете что-то очень надеяно зафиксировать, но если вам нужно это посунуть или быстро снять, то вам это не удастся. Або это нужно несколько маніпуляций делать. С Unshoots Rail все набагато простее. По Unshoots Rail ваш ремень, например, или что-то, может ездить вот так по всей довжине этого рейла. Поэтому это очень удобно. Поэтому мы имеем два Unshoots Rail из обеих сторон, которые могут использоваться для крепления разных аксессуаров, которые можно в процессе очень быстро переместить из одного места цивки на другую. Также мы имеем вбудованный Arca Rail сразу в цивку. И на нижней части цивки мы имеем еще и MLOK. Также на этих поверхнях мы имеем интерфейс для установления местка для предобъективных насадок. То есть, имея планку 30 мм на этой винтовке, мы можем сделать Custom месток, который будет именно с таким самым нахилом, как и эта планка, объединяем их вместе и установить его на любую точку на цивке, где нам нужно. Далее. Вот здесь мы имеем так называемый V-блок, который позволяет нам за необходимость установить сюда подвиживание для цивки и поставить сошки еще дальше, если в этом возникнет потребность. Это моменты, которые касаются цивки. Что же у нас изменилось вот здесь? Кроме моментов с дизайном, которые носят суто функцию визуально, так бы мовити, мы имеем некоторые интересные моменты. А именно, вот эта планка позволяет нам регулировать положение нашего большого пальца, в зависимости от потреба стрельца. То есть, мы отпускаем этот винтовок и можем разместить наш палец, где нам удобнее. Во-друге, вот здесь мы имеем регулирование высоты магазина, как мы делаем в наших шасси для Remington 700, например. Как вот это. Это позволяет регулировать высоту магазина, таким образом, отрегулировать идеально подачу набоя. Потому что, как подается набой, зависит от того, где он находится вот здесь, в затворной группе, когда вы штовхаете его затвором. На это может влиять довжение кули, например. Иногда нужно поднять немного набой выше, и тогда он подается в патронник идеально, и куля никак не повредит. Далее. Трегер-гард и рукивье. Как видите, трегер-гард позволяет за потребой отрегулировать некоторые виды спусковых механизмов, ничего не снимая, за счет того, что у вас есть туда доступ. Это тоже полезная такая небольшая фича. Рукивье. Стандартный интерфейс типа AR-15, как на большинстве шасси в наши дни. И это, наверное, наиболее решение. В данном случае установлено рукивье MDT. Как выяснилось, чудово працюет на магнумах, хотя было разработано для других калибров, и для стрельбы типа PRS. Идем дальше. До примера. Здесь все похоже на то, как реализовано в других шасси автоматик, кроме некоторых моментов. Во-первых, изменился подшичник. Он стал больше, длиннее и шире. Кроме того, его можно поднять теперь намного выше. Также намного выше можно поднять и тильник. Причем, для этого здесь изменилась конструкция самого этого тильника. И если вот этой максимальной высоты регулирования, яка тут есть, вам еще не хватает, вы можете открутить эти крепления и поднять весь вузол тильника еще выше. Для чего это делается? Деякие прицели и насадки разом доводится ставить достаточно высоко. И для того, чтобы стрелец был на одной лініи с прицельными засобами, ему нужно поднять это какомога выше. Тут такая возможность, как видите, есть. И делается это достаточно быстро. Кроме того, тут штатно установленный так званый бэкграйдер, что позволяет ковзать гвинтинку по мешку без никаких проблем. Это стандартный уже для шасси автоматик приклад, который складывается натисканием одной кнопки. И фиксуется вот здесь без никаких дополнительных кнопок или чего-то другого. Вы просто фиксируете его вот так, и потом раскрываете вы приклад. Одной рукой не нужно ничего натискать. В целом, я особисто цим шасси очень доволен. И мав возможность вчера пострелять. И за рахунок этих небольших змей, что тут произошло, и за рахунок важной цивки, довшей цивки, стрелять с такого магнума в этом шасси очень комфортно. Хотя нужно признать, что мне самому ну, напевно, не хватает для стрельбиста и гвинтинки. И отдача тут, даже не отдача, это больше отдача. Вона просто за рахунок потужного калібра рухается назад. И я не могу остановить ее своей собственной вагой. Прицел третички стоял не под меня. Поэтому можете побачить на видео, как я третички отримую по своему носу окуляром прицел. Но ничего, это стрелять им не очень заважало. Тоже, продолжаем про комплекс. Очень важный элемент этого комплекса это, конечно, модератор. Потому что без модератора использование подобного калібра ну, первое, вам придется каким-то образом что-то делать с отдачей. То есть это может быть ДГК, но ДГК очень гучный, особенно в этом калібре. А враховуючи специфику использования подобных вещей, мы сами понимаем, как это не пропустимо. Поэтому модератор. Так, модератор не так эффективный с точки зрения работы с отдачей. Конечно, ДГК був би эффективнейший. Модератор просто растягивает эту отдачу в часе третий. Тим не менее, главный, что он делает, это снижает звук пострелу. И вы на видео увидите, насколько он эффективен. Я был очень удивлен. И, в принципе, он позволяет спокойно, стрельцовоу, работать без защиты слуха. И, что это не вызывает. Модератор производства Исутра это модератор, сделанный специально под 375-й Чайтаку. Но, почему именно этот калибр? Почему, например, не 338-й Лапо-Магнум, который, по праву, сейчас считается главным снайперским набором, для болтовых винтовок. В большинстве армий света он принят на оружие в НАТО. И, мы понимаем, почему 338-й Лапо-Магнум настолько популярный и эффективный. И, давайте, поговорим про эту тему. Для того, чтобы визуализовать для вас разницу между калибрами, давайте просто ставим их на стиль. 223-й 5,56-й на 45-й НАТО. Основный набор, который используется в штурмовых винтовках. Мы все его знаем. Это 308-й. Тоже основный набор НАТО, то есть 7,62-й на 51-й НАТО, используется в большинстве кулеметов, принятых на оружие сейчас. Ну, стандартных кулеметов, не крупнокалиберных. И он уже давно стал таким базовым набором для снайпинга. уже больше полицейского. Потому что армейские снайперы в большинстве своей, в большинстве армій света, НАТО в том числе, перейшли на 338-й Лапо-Магнум. И 338-й Лапо-Магнум насправді чудово выполняет роль набоя для снайпера, для армейского снайпера. Потому что он мает очень хорошую балюстику, он мает высокую энергетику кулей при влучшении цель. А это наразе важливо, как вы понимаете, большинство целей сейчас так или иначе мают какой-то защит на себе. И его отдача переносится нормальна большинство людей, независимо от их антропометрии. И научиться стрелять из винтовки в 338-м калибре в принципе не большинство проблем. И главное, он не очень большой. То есть винтовка под 338-м лаполомагнум, например, как вот эта, она все еще остается достаточно легкою в перенесении, транспортном и использовании одной человеком. Так, конечно, ее не можно назвать легкою или маленькой. Тем не менее, она весит около 10 кг вместе с модератором и оптикой. И таким образом ее может использовать одна человек. Достаточно легко. теперь 375-й чайтак, под который сделана вот эта гвинтка. Как видите, наочно разница не настолько велика. Далее мы имеем короля магнумов, стрелецкие зброи 50-й BMG. думали, почему? 375-й? Если не хватит возможности 338-й, просто возьмите 50-й BMG. так, так, не совсем, потому что 50-й BMG немного за велик из всех сторон. Он сам геометрично величезен. Это касается и оружия, которая создается под него. То есть, вам придется затворную группу делать большую, оружие от этого становится тяжелым. Ну, а если вы попробуете полегшить эту оружие, то появится, что отдачу этого калибра уже становится невозможно. И поэтому качественный пострел тоже не очень возможен. В принципе, этот калибр создавался для уражения бронирования целых, не людей, а именно твердых целых. Бронетехники, литоков, захищенных каких-то дотов или чего-то такого. И гвинтевку под этот калибр обычно одна человек, если может переносить, то недовго и недалеко. И в идеале это должен сделать рассчитывание минимум с двух людей, которые переносить Барретт разом с двух частин. И потом складывают его докупи и стреляют по каким-то соответствующим бронированным цилям. Поэтому есть потреба в чем-то среднем. То есть в чем-то на кшталт 375-го чайтака. И давайте приберем уже то, что нам не нужно. И поговорим именно о 375-й чайтака. Про героя нашего сегодняшнего відео. И он является очень важной частью этого стрелевого комплекса. Потому что он даёт баллистику этой гвинтевки и ее возможности. Чем он отличается от 338-го Lapo Magnum? Во-первых, обе эти конкретные набои производства СТС, сборки СТС, но здесь используются компоненты Hornady с точки зрения кулей. Здесь используется куля ATIP вагою 390 грейн. В набоях СТС 338-го калибру используется куля ELDM вагою 285 грейн. То есть здесь плюс 100 грейн до ваги кули. Это много. Это плюс 2 кули 223-го калибру. Если сравнивать с этим. Также за рахунок размеров гильзы и кількости пороху здесь. А здесь пороху где-либо 140 грейн. Это на 45-50 грейн больше, чем используется в 338-го. Эта ваша куля вылетает из ствола как на этой гвинтой с скоростью больше 900 метров на секунду. И это даёт совсем другие возможности калибру в сравнении с 338-го. Трешечки поревняння с 338-го. Мы вчера стреляли на дистанцию 1180 метров. С этой гвинтой большей дистанции мы не имели в доступе, но эта дистанция позволяет понять разницу между этим калибром. 1180 метров. Поревняем два набоя СТС. 338-й, 375-й. Поправки. Тут вистачить всего 8 мрадов с копейками, чтобы вкрутить нашу поправку вертикально на прицеле. 338-му знадобиться уже на два мради больше. Тобто настильность цього набоя краща. Что даёт настильность? Настильность даёт возможность помилитись навіть трішечки в дистанції і все одно влучити. Це важливий такий аспект для снайперського набоя. По-друге, час польоту це теж дуже важливо. Ця куля летить швидше, її балістичний коефіцієнт набагато вищий, він майже дорівнює по G7 майже дорівнює 0,5, що для кулі це дуже добрий показник. У 338 це 0,4 з копійками. Тобто і тут ця куля виграє за рахунок своїх балістичних можливостей і стартової швидкості. Ну і по-третє, дуже важливий момент, це енергетика, яку ця куля доносить до цілі. І ви відео наочно побачите результат цієї енергетики при влучанні в бронеплету. Зараз ми трішки теж про це поговоримо. Тож, на дистанції 1180 метрів енергія цієї кулі дорівнює 4481 джоуль. Що ця цифра означає? Так? порівняємо. На цій самій дистанції енергетика 338 дорівнює всього лише 2095 джоулів. Тобто більш ніж в два рази. Але все одно якось незрозуміло. Тоді давайте я вам по-іншому поясню. Повертаємось до нашого 308 основний набій, що використовується наприклад в кулеметах і навіть снайперських винтівках. Так от, в нього на дистанції 0 метрів, тобто впритул 4000 джоулів. 4000 джоулів впритул. Це на 500 джоулів менше, ніж у 375 на дистанції 1180 метрів. Тобто ефективність цього калібру вражає. При цьому він має все ще нормальну віддачу, яку може витримати навіть такий дрищ, як я. По-друге, як бачите, гвинтівка не повинна бути величезних розмірів. Так, звісно, вона довга і важка, але її вага, конкретно цього комплексу з цим прицілом, так, це не дуже важкий приціл, тим не менше, вага цього всього комплексу з сошками, з модератором, з прицілом, з кріпленням, з магазином складає 12 кг 300 г. Ну, окей, буде тут інший важкий приціл, це буде там 13 кг. Це все, що вага, яку здатна носити одна людина і використовувати цю гвинтівку може одна людина і не потрібен розрахунок. Тобто, це все ще залишається гвинтівкою для індивідуального снайпінгу. Але, за рахунок калібру, цей комплекс дуже ефективний для ураження ціли, які навіть вдягнути в броню, навіть в броню високого класу. Тобто, майже нічого не здатне вас захистити від такої кулі. І зараз ви побачите наш такий польовий тест цього комплексу, де ми в кінці постріляємо і в російську плиту п'ятого класу і подивимося на те, наскільки енергетика цієї кулі дозволяє вражати подібні ціли. Також треба зазначити, що весь цей стрілецький комплекс наразі знаходиться ще на стадії не прототипа, але, так би мовити, фінішної розробки. Тобто, ви, напевно, звернули увагу, що колір цього шасі трішки дивний, так? Ну, фактично, воно було стандартно, як всі шасі автоматик, анодовано, але потім покрито не ґрунтовкою, але підготовкою для фарбування. Ми не знаємо, який фінальний колір буде до цього комплексу, тому це фактично не фінішний колір, це от просто наразі це шасі знаходиться ось на такій стадії. От і все. Те саме стосується і набою STS, тому що він все ще знаходиться в розробці і шукається найкращий рецепт і найкращі результати, тому сприймати цей комплекс зараз потрібно ще от на такій стадії. Отже, ми вже на полігоні під сонечком і зараз починаємо з пристрілки на 300 метрів і будемо ще заміряти швидкість набою, тому що набій в стадії прототипу знаходиться, тому робимо і лабораторну роботу, так би мовити, одночасно. І знімаємо відео. Магазин просто здоровенний. 929. Трішечки швидше, ніж розраховували. Зараз поїдемо, подивимося, куди ми влучаємо, внесемо поправки і спробуємо постріляти на більшу дистанцію. Отже, ми приїхали на більшу дистанцію. Зараз подивимося, що нам скаже Vortex. Каже він, що 1180. І спробуємо вам показати ефект енергетики цієї кулі, тому що швидкість в неї досить висока, 910-920, метрів на секунду і вага під 400 грейн. 390, якщо буде точно. Тому будемо пробувати показати вам ефект на бронеплиті виробництва з однієї сусідньої країни. Тож, будемо сподіватись, що це буде ну хоч якось наочно. Отже, зараз вносимо поправки і починаємо стрільбу з гонгу на тій самій дистанції, щоб перевірити, що ми влучаємо куди треба. І далі вже спробуємо влучити в бронеплиту. 10, 20, 30, 40, 50. Так, перший постріл. Ми трохи вище, ніж потрібно, тому опускаємось вниз і пробуєм знову. Схоже на нижня частина гонгу мені так здалося, ні? Нижня права? Добре. Пробуємо влучити в плиту. Влучання. Злетіло, взагалі все зникло, і пляшка, і плита. Пороший калібр. Поїхали дивитись на результат. Отже, все залито водою, дивимося на, куди влучили, що взагалі сталося. Ось наша ціль. Це була баклашка. Ого! У нас отак була встановлена плита, тобто влучання в правий нижній кут плити, як бачите. І куля після цього, я так розумію, пішла вниз. Ну і саму баклашку енергетикою повністю розвалило. Тобто людина в будь-якому класі бронежилеті, з будь-якою плитою, енергетики стільки в 375-му, що результат гарантований. 3-3-8 на цій дистанції теж, скоріше за все, не сподобається живій істоті в захисті, але з 375-м шансів взагалі геть жодних це витримати. Хоч якось. Тобто це в нас як мінімум 300-й дуже важкий. На жаль, у нас немає більшої дистанції, щоб розкрити його потенціал повністю, тому що насправді дистанція це майже 1200. Для цього калібру робоча дистанція це ще півтора, 1600, під два кілометри він цілком здатен влучати в цілі такого розміру. Назвемо це так. І тепер невеличкий постскриптум, в спокійній такій обстановці, студійній. Ми відмили цю плиту. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися стрільбу, її результати. Просто хочеться трішки ще підвести підсумки і поговорити про калібр. Плита після влучання. Як бачите, ми, на жаль, не влучили прямо в центр плити, але з точки зору результатів це настільки важливо. Отже, це керамічна російська плита. Плита в нас називається ось таким чином п'ятий А-клас, тобто вона повинна там витримувати бронебійні кулі з СВД, наприклад, і вона непогано виконала свою функцію, тобто її не пробило насправді, як бачите. Пробиття тут немає. Ось, будь ласка. Але вона керамічна і влучання було ось, вона складається ось з таких от елементів. Влучання було ось сюди, елемент, який тут знаходився, він, ну, не те, щоб анігілювався, але ми його не знайшли. Тобто, ось все, що від нього залишилось. Як бачите, кількість енергії, яку приносить ця куля 390 грейн вагою, вона настільки велика, що плита от виглядає ось так. Після цього вона тріснула ось тут повністю. І фактично така кількість кінетичної енергії, вона ціль знищує навіть без пробиття плити. Тобто, носію цієї плити, ну, буде не переливки. Дуже ефективний калібр, і саме ось для таких речей він і створювався. Для того, щоб вражати м'які цілі, тобто, людей, в індивідуальній броні, неважливо, якого класу, все одно результат буде дуже гарний. Якщо ми говоримо про стрільбу по ворогах. Звісно, в ворогів теж є ось такі гвинтівки в цьому калібрі. Тому, можливо, результати будуть цікаві і з цієї точки зору, щоб просто розуміти, ну, з чим ми теж можемо мати справу. Дякую вам, що дивились. Сподіваюсь, що вам було цікаво дізнатися про цей стрілецький комплекс і ви дізналися щось нове про калібр 375-й чи так. Якщо це так, напишіть про це в коментарях, поставте лайки і побачимось з вами в нових відео. Дякую.